Музыка За моей спиной находится самый оригинальный герб в мире. Это герб одного из королевских родов Европы, которые выполнены человеческими костями, буквально всеми составляющими человеческого скелета. Сейчас со специалистом судмедэкспертом мы расскажем вам о всех деталях этого герба. Итак, знаменитый герб в его деталях. Начнем с самой интересной его части. Это ворон, клюющий человеческую голову. Из чего же он сделан? Вы видите, что ворон состоит из пяточной кости, плечевой кости, лопатки и части кисти левой руки. Ворон, которым выплевывает овел в голову, состоит из щерепа, тазовых костей, шейного отдела позвоночника и рюкер, торчащих с глазу, оригинальная корона, конечно. В левом углу герба находится ветка розы, которая состоит из крестца бедренной кости и головок бедренных костей, которые прикреплены к силу бедренной кости. И вот эти части человеческого тела составляют, соответственно, веточки, листочки и саму розу. Самое оригинальное – это, конечно, корона. Итак, корона. Крест на короне выполнен из плечевых костей. В центральной части короны расположены головки бедренных костей. Сама корона состоит из тазовых костей, левая половина из левых, правая из правых. В центральных частях, украшенной черепами, окремляет головки бедренных костей. По нижнему краю короны расположены лопатки и крестцы, и ниже бахрому составляют ребра. Дизайн центральной части герба состоит из... Лопаток, поясничных позвонков, нижних и верхних частей плечевых костей, малоберцовых костей, распиленных на мелкие кругрыши бедренных костей, а также ребер и фаланг пальцев. Далее, опускаясь ниже, вы видите, что лежат плечевые кости, которые скреплены между собой малоберцовой костью. Справа расположены лопатки, лучевые кости и плечевые кости, которые украшены в виде зубцов башни и нижней вечеринкой люстями, чуть выше которых располагаются лучевые кости и лопатевые кости, скрепленные между собой. С левой стороны расположены плюсневые кости и заплюсневые. Всю композицию с правой стороны оконгают наловки плечевых костей, а с левой – позвонки, поясничные, грудные. В правую часть герба изображены символические башни, три башни замка, которые состоят из трех нижних челюстей, которые поддерживают снизу плечевые кости и локтевые кости, расположенные попарно. Ниже их располагаются лопатки, указывающие на интерьер, наверное, не знаю, как назвать. Основу. Основу, да.